Приветствую зрителей! Сегодня тема, которая будет интересна, пожалуй, только профессиональным гиревикам или тем, кто думает ими стать. Потому что, ну, если кто занимается просто для себя, то для них это несущественно, они занимаются так, как им легче, как им удобнее. Итак, тема того, почему многим упорно не идет толчок, особенно стойка в толчке. Все время проблемы с подгибом ног, дыхалкой и так далее. Немножко о себе, если кто новый смотрит, то меня не знает. Сам я, Леонид Котвицкий, врач, последние годы в видеоблоге. Сам я не спортсмен какой-то профессиональный, вот, хотя интересуюсь, качаюсь много чем. Гирями занялся больше года назад, вот, для себя стал заниматься, прочувствовал этот кайф, как это хорошо, как это развивает выносливость, как хочется еще и еще возвращаться к ним. Вот, и прогресс есть, однозначно есть постоянный прогресс, но гораздо худший прогресс это в толчке, в классическом толчке двух кей. Я над этим все время размышлял, снимал себя со стороны на видео, смотрел в зеркало, много изучал. Ну и выводы, которыми я уже хочу поделиться. Я думаю, многие есть гиревики, которые годами, годами занимаются и с тренерами, и все, и мучаются, и им не идет, особенно не идет стойка. Так, не отдышаться в ней они не могут, хотя вроде бы ты стал и должен отдышаться, должны отдохнуть твои руки, отдохнуть твои ноги, стойечки с гирями, все должно отдохнуть, а человек мучится, не может отдохнуть ему от этой стойки еще, все время тяжело в стойке, вот. Либо стойка такая, что из нее, получается, невозможно комфортно толкать, так, какие-то перегибы, перекосы. Почему так происходит, делюсь своими мыслями, тут надо смотреть сейчас на телосложение, поэтому немножко придется раздеться. Итак, обычная мужская фигура, как я считаю, ничего здесь такого особенного нет, слегка подкачанная, слегка мускулистая, слегка жирная. Так, вот здесь по бокам еще жирок. Но, прошу обратить внимание на один момент, соотношение ширины плеч и ширины таза. У меня плечи значительно шире таза, или, скажем так, таз уже плеч. Вообще-то я дрыщ, у меня скорее таз уже, чем плечи шире, так. Узкий таз, так, чтобы мне встать, сделать руки по швам прижать, мне нужно локти вдавить вовнутрь. О, так. То есть таз, это еще не очень видно, потому что здесь немножко жирка. Таз у меня, кости начинаются очень узко. Что советуют при толчке гирь начинающим? Часто советуют так. Ты не горбся, не сутулься, не перекособачивайся. Просто немножко выдвинь таз вперед и опусти руки. Не гнись, а опусти руки. Просто опусти и поставь их на таз. Вот ситуация. Я опускаю руки, да. И куда мне эти руки вставить? Они должны вставиться в кости таза, так, и отдыхать. Куда я вставлю руки? Некуда, так. Плечи значительно шире таза. В принципе, это нормальная мужская фигура, так и должно быть, так. Но у каждого мужчины хоть плечи все равно немножко шире таза, так, у любого мужчины. Но у одних фигура ближе к прямой, так, а у других вот такая вот фигура перевернутого треугольника. И так пытаюсь я вставить, опустить руки. Никуда они не вставляются, так. Чтобы мне не горбившись, не перекособачившись вставить руки в таз, мне нужно их загнуть вот под таким углом вовнутрь, одну и другую. Вот. И каким-то таким путем пытаться стоять. Руки при этом будут съезжать моментально. И с таким сталкиваются многие, кто начинает работать над стойкой гирями. Так, вот у кого такая фигура. Так, нормальная, по-моему, мужская фигура. Но вот с таким соотношением, так, те начинают сталкиваться с чем? Им приходится делать вот так, да. Выводить плечи вперед, поскольку они широкие, так, и это ключица. Ты ее укоротить никак не можешь. Значит, вариант вывести плечи вперед, чтобы эти ключицы не так уже стояли, а вот так. И тогда расстояние между плечами уменьшается. И человеку приходится выводить плечи вперед. При этом сгибается грудной отдел, но плечи становятся уже, и тогда уже локти более-менее, более-менее, все равно их надо еще сжимать сильно вовнутрь. Но уже при таком перекособоченном состоянии уже локти более-менее вставляются в таз. Так, по ширине, чтобы посмотреть, вот, уже локти теперь ставятся. И не так расползаются. Для этого надо что? Вывести плечи вперед и сильно сгорбиться. При этом сдавиться, вдавить вот так вот грудную клетку вовнутрь. О! Дальше что происходит? Вот я вывел плечи вперед, сгорбился, куда мне локти ставить? Ширину-то получилось, но из-за этого перегиба я перекособочился вперед, так, ставить некуда. Начинается что? Выгиб назад. Выгибаться в грудном отделе назад нельзя, потому что тогда вот это все, что ты свел, ты потеряешь обратно. Начинается перегиб в поясничном отделе. В грудном согнулся вперед, в поясничном назад. Вытягивание, вытягивание назад, чтобы как-то вставить эти руки. Что происходит дальше? В пояснице всего лишь пять позвонков. Так, лишь пять. Вот, эти позвонки, так, чуть-чуть выгнулись, дальше они не могут вообще вывихнуться. Прям вот так вот, сместиться один относительно другого, другого это уже вывих. Чуть-чуть выгнулись, дальше не идет. Что начинается? Поясница тянет за собой таз, выгибается вперед таз. Таз тянет за собой ноги. Вот. И что? И человек уже на подогнутых ногах. Вот с этого начинается подгибание ног. Начинается с того, что человеку надо выводить плечи, перекособочиваться вперед. Потом ему приходится тянуться назад в пояснице. И это тянет за собой таз и ноги. Чтобы хоть как-то выкрутиться, потому что на подогнутых ногах долго не потолкаешь, так, приходится ноги ставить шире. О, тогда они как-то шире и носки разводить в стороны. Тогда как-то таз выгнутый вперед, но ноги более-менее ровными. Но тогда, когда у тебя ноги в ширину вот так, и вывернутые еще носки, сам-то у человека становится проширным. И что происходит? Происходит то, что происходит. Один опустил руки, и он уже в тазу, так, уперся, все. Он и подышать может, так. Потому что что дышать тому, кто просто опустил руки, так. Вот. У него живот более-менее открытый, так. У него есть возможность. Незадавленная грудная клетка. Так. Грудной отдел позвоночника, он ведь не может долго сгибаться, так. Потому что здесь есть грудина. Сзади там более-менее как-то еще растягивается промежутки между ребрами. Спереди уменьшаются, сзади растягиваются. Но здесь есть грудина. Грудина не может сжаться гармошкой, так. И что получается? Чтобы перекособочиться, грудина вдавливается вовнутрь. Грудина вдавливается вовнутрь, чтобы вот так встать. И что? Ты стоишь. Загнутый, вытянутый назад, подогнутые ноги. Задавленная внутрь грудина, так. Локти, поскольку таз узкий, локти у тебя здесь вот. Подышать животу, подвигаться толком негде. Здесь подышать тоже не получается, потому что вдавлена грудина. Сердце тоже туда задавлено грудиной. И получается, что ты в этом положении не отдыхаешь, а реально мучаешься. Мучаешься, так. Всё время то ноги подогнулись, то выпрямил ноги. Так. Выпрямил ноги, чтобы выпрямить ноги. У тебя таз и поясница выгибаются вперёд. Выпрямил ноги. Ты уже сюда начинаешь заваливаться, сползать вперёд. Начинаешь сюда вытягиваться. Ноги подогнулись. И смотришь даже весьма серьёзные деревики, которые там, например, недавно смотрел американца, который толкнул длинным циклом более 80 раз. Две тридцать двойки. Весьма хороший результат. При этом он последние где-то 20 раз толкал реально на подогнутых ногах. Вот вообще на моральном ли вы, как говорится. Это ж отдохнуть, когда у тебя ноги подогнутые, просто нереально. Так, ноги только забиваются и забиваются. Вот такие вот нюансы. У кого более-менее прямая фигура, тот просто опустил руки. И всё, ему всего этого не надо делать. У кого плечи шире, таз уже, тому приходится себя задавливать, закручивать, подгибать ноги. И мучиться. Какой, в принципе, какие варианты выхода из этой ситуации? Ну, есть варианты, которые уже существуют. Так, я тут принёс гельки. Правда, запотели, потому что с улицы. Итак, один вариант, это часть, часть отдыха делать не на стойке, вот такой, классической, до локти в таз. Отдыхать с гирей на груди. Что происходит? Так, вот одна ситуация. Задавлен, да. Вот другая ситуация. Поднял на грудь. Вот форму создав на груди. Так. Так, и ты. Ноги выпрямляются. Возможность подышать животом. Всё, уже можешь подышать животом. Хотя бы несколько вариантов такого отдыха. Так, или хотеть вот так локти прижать к грудной клетке сбоку. Вот, хотя бы несколько толчков делать вот такую передышку. Не так локти, а вот так на груди. Так, сразу скажу, это не толчок с плеч. Потому что некоторые смотрят, говорят, эээ, толчок с плеч, судьи такой должны останавливать. Вот толчок с плеч. Вот это гирей на плечах. А тем более, что вот так даже, да? Когда вообще ручки кверху. Вот это толчок с плеч. Вот это платформа с груди. Это разные вещи. Так. Итак. Один из вариантов такой передышки, так это, сделать такой, пару толчков от груди. Толкать при этом сложнее, так как ноги не так передают импульс. Но, в принципе, в какой-то мере легче, потому что ты уже начинаешь с высоты. И не нужен такой большой подсет. Обычно подсет при этом совсем маленький. Ну, что сказать. Недостаток тот, что долго ты так не подтолкаешь. На свежие силы можно взять, выдержать так минуту, ну, полторы, ну, может, кто две. А дальше все, так? Потому что это же грудная клетка, плечи, трапеция. Все это держит гири на себе, так? Это совсем не то, что ты просто поставил их на таз. Ну, у кого вот такое телосложение, что он мучится в обычной стойке. Как вариант, хотя бы часть толчков. Брать так, отдышаться, отряхнуть ноги, потолкать так, хоть раз-два, и потом опять переходить в таз. Вот такой вариант. Другой вариант, это отдыхать наверху. Притолкнул так, и отдыхаем, вдох-выдох, один-два, наверху, стоя с гирями. Некоторые тоже так практикуют, но... Как бы единственная возможность подышать для людей вот таких. Вот, для них единственная возможность отдышаться, это наверху. Другие внизу стоят спокойно, дышат себе животом. А эти, такие, как я, не могут. Они наверху, наверху отдышались. Недостаток, недостаток понятно какой. Так, нагрузка на плечи, нагрузка на руки. Руки и так забиваются быстрее всего, так? Вот, ну, хотя бы отдышаться, отряхнуть ноги, которые у тебя в стойке такой подогнуты. А тут ты уже выпрямил их, можешь немножко отряхнуть, отдохнуть. Один из вариантов выхода из ситуации. Ещё распространённая ситуация, так, почему ноги я так делаю, думаю, это видели. И тоже я не расскажу что-то новое. Это вот, перекос. Делает человек вот такой себе отдых. Становится и вес одной гири ложится сверху на другую. И фактически весь вес ложится на одну руку. И человек отдыхает на одной руке. Есть возможность подышать животом. Не надо настолько загибаться вперёд и, соответственно, назад и так далее. Ноги выпрямляются. Ну, какой недостаток этого метода? Недостаток, я думаю, понятен. Перекос. Со временем начинается перегиб позвоночника в сторону, потому что обычно все, кто так отдыхает, они отдыхают только на одну сторону. Вот. Начинается со временем не только перегиб позвоночника вперёд в грудном отделе, но и вбок. Так, кстати, легче. Так, почему редко бывают в медицине кифозы грудного отдела, избыточные кифозы, а гораздо чаще кифосколиозы. Потому что, я говорю, в грудном отделе загибаться особо позвоночник не может. И он ищет свободное место вбок. Выгибается вбок. Ну, что в грудном грудина не пускает, а тут оп, пошёл позвоночник вбок. Если человек делает вот так всё время, так, или не всё время, но часто, так, что у него позвоночник будет сколиотическим. Опять же, сказать, что это полезно. Так, говорить о полезности вообще гиревого спорта, когда ты задавлен в стойке, у тебя зажато сердце, зажата дыхалка, ты не можешь нормально дышать в этой стойке, да. Когда у тебя скрючат дугой позвоночник в грудном отделе, а ещё и даже вбок он вынужден искривляться. Как тут говорить о полезности? Так. Ну и вообще, один человек, его траектория. Он встал, опустил руки, он практически из ровного положения, толкает и выпрямляется вверху чуть-чуть назад, так, как обычно выгиб. Грудью вперёд, плечами назад. Другой стоит в таком вот закрученном положении, задавленном, так, вот, толкает и выгибается назад. Из этого назад ему опять надо закручиться вперёд, задавиться. У него траектория изначально намного дольше, длиннее, ему тяжелее. Нагрузка на позвоночник появляется. Вот поэтому я считаю, что многие не могут годами прогрессировать в толчке, задыхаются, подгибаются ноги, и перекособочиваются, вот. Ну, вот такие варианты. В плане того отдыха, что я говорил, сверху на груди, присмотритесь, многие, особенно в длинном цикле, так, они не просто забрасывают гири и поправляют их тут, так, и не только их поправляют, они и в то время, когда бросают сюда на грудь, они делают вдох, а тогда уже ставят. Возможность для человека вдохнуть, так, с таким вот телосложением. Он пока здесь поправлял, смог животом вдохнуть. Потом встал, он уже вдохнуть не может. Вот такие ситуации. Ну, и что кардинально бы могло решить эту проблему, вот так, по-крупному, могло бы решить эту проблему, это вот в соревнованиях толчка гирь одной рукой. Вот так же, как есть рывок гири, так, одной рукой 5 минут и с переходом на другую руку 5 минут. Точно так же был бы толчок гири, так, одной рукой 5 минут и 5 минут на другую. Или там 6,4, это уж как себе человек перебросит. Так, ну, по примеру рывка. Почему? Потому что, собственно, да, одно дело, что тебе надо вперед перекосабочиваться, руки внутрь заводить, другое дело с одной гирей. Просто встал вбок. Всё. Здесь есть прямая линия рука. Так, рука отдыхает. Ноги не подгибаются. Позвоночник совершенно не перекосабачивается, так, потому что это одна гиря. Всё, поставил себе и толкай. Здоровье. Так. Вот. Можно вести в соревнованиях больший вес, чем толчок двумя руками. Так, например, для тех разрядов, которые раньше достаточно было, там, 24-ки, да, с 3-й, 2-й, 1-й разряд, ввести 32-ку, потому что на одну руку всё-таки легче. Или ввести там 28, или... Тут уж было бы желание. Так можно это всё ввести. Второй ещё момент, что это было бы легче для женщин. Если, конечно, говорить о развитии гиревого спорта, вводить женский толчок для многих женщин, вот эти две гири на груди, здесь сразу мешает грудь. Так, если ещё маленькая грудь, то ладно. У кого грудь чуть больше, то куда эту грудь девать? Куда... Как ты будешь выгибаться? Вот. Так, кстати, некоторые бывают так, чтобы отдышаться. Делают не вот так, вот, а вот так назад отклоняются с гирями, и отдышивается пару циклов. Так, вот так вот, вытягивается и держит за счёт пресса. Это всё. Вот, тоже вариант, но из такого положения, как толкать, ты комфортно так не толкнёшь. Так вот, насчёт груди, так, даже женщины с большой грудью, если они на одну руку, гиря стоит фактически сбоку от груди, так, при этом всё равно прямая линия есть. Спокойно бы толкали, невзирая на грудь, она бы им не мешала. Вот такие, вот такие моменты. Ну, в неофициальных федерациях, так, не типичных федерациях, так, или, например, в разных федерациях заграничных, в том же США, вот, есть толчок гиря одной рукой, обычный толчок, длинным циклом на одну руку. Есть такое, в том числе и среди мужчин. Ну, там, скажем так, своих проблем хватает. Так, в некоторых федерациях выходят соревноваться, например, столько сделано уже номинаций, так. Толчок гири такого веса, толчок такого, толчок такого одной рукой, длинным циклом одной рукой, за 10 минут, за 8 минут, за 7, за 5, что любой может приехать, так, выступить в одной, двух, трех номинациях, там всего выходит соревнующихся 2-3 человека, и все занимают призовые места. То есть, тупо ты приезжаешь, делаешь финансовый взнос за свое соревнование, и за этот взнос тебе дают приз. По-любому что-то займешь. Это тоже проблема. Так можно насобирать кучу кубков и быть победителем всего и вся, но даже не напрягаться, чтобы серьезно развиваться. Потому что на какую номинацию не выйду, там двое-трое соревнующихся, все равно будут призываться. Вот там, да, поэтому делать очень много номинаций, это тоже, тоже проблема. Это уже мы так говорим. В общем, о гиревом спорте, а не конкретно об этом упражнении. Ну, по крайней мере, сделать за те же 10 минут толчок на одну руку, мне кажется, это вполне бы можно было. Хотя бы год-два попробовать сделать такой эксперимент. Я думаю, часть спортсменов бы смогла выступить в этом лучше, чем в толчках на двух руках. Вот с такими параметрами фигуры, так, лучше бы смогла. Кроме того, еще что я описал, может, конечно, играть роль и длина, длина туловища, так. У кого короткое туловище, но наоборот длинные руки, тому не надо вот настолько вперед загибаться, чтобы дотянуться до таза, так. У него рука длинная или туловище короткое. Он чуть-чуть плечи вперед и уже уперся, так. У кого наоборот, как у меня, длинное туловище. От локтя до таза очень далеко, мне надо и вперед, и вот так закособочиться. Ну, это так, вспомнилось. Плюс в толчках на одну руку больше бы задействовалось обычных людей, потому что упражнение, рывок, ну, кто его умеет, кто не умеет, но мало кто делает рывок. Вот так. Я говорю про тех, кто держит часто дома гири, и что-то этими гирями держит, как часто вышел на балкон утром, потолкал гирь, какие-то соревнования, там, день города, день села, что обычно делают? Толчок гири, там, на одну руку, так. Потому что на две руки мало кто умеет, рывок, единицы умеют, а большинство толкает на одну руку. Так вот, такие люди бы с удовольствием пошли участвовать в соревнованиях, если бы были официальные соревнования с номинацией толчок одной руки. Пошли бы. Много бы заняли, немного бы, но популярность бы при этом возросла. Те с телосложением таким тоже бы смогли больше участвовать, в толчке одной рукой. И им бы легче пошло. Потому что у меня результаты на рывке растут прекрасно. Что 24-кой, что 32-кой, что 40-кой. Все растет, все постепенно. Хотя, ну, большинство, конечно, 24-кой работает. Толчок одной рукой. Растут результаты прекрасно тоже всеми весами. А двумя руками, ну, я мало что продвинулся за год. Мало что. Я где-то мог там 15-20 раз вытолкать. Вот. Две 24-ки. Я и сейчас. Я не знаю, может, 30 раз вытолкну, но может и не. Потому что мне пару минут, и мне начинает давить в груди. Начинается просто там одышка, ощущение, что задавлено сердце. И все. И я не могу. И это не просто одышка. Потому что и рывком, когда ты махаешь скоростью 20 за минуту, то тоже одышечка будет вот. Особенно за 10 минут. Но ничего, выдерживаем. Привык, развился. А толчок одной рукой тоже. А двумя никак. Никак. Почти прогресса нет никакого. Что не делал. Вот. Вот, пожалуй, это может быть связано с такими вот нюансами. Вот толчка одной рукой привлек бы больше людей. Дал бы им возможность больше перозиться. И в том числе даже женщинам. Особенно еще с учетом того, что у женщин руки значительно слабее, чем ноги. Так и нагружать на них две гири. Это под вопросом, стоит ли. А одну гирю 5 минут и 5 минут вполне бы себе могли. Но это решать уже руководством. Все. Слишком и так уже много говорю. Надеюсь, свое мнение я высказал понятно, доступно. Всем прогресса, успехов, здоровья и всего хорошего. Всем пока.